Этой бельгийской овчарке по кличке Ляля 4 года. Она специализируется на поиске наркотических средств и психотропных веществ. За последние два года Ляля побывала во всех увеселительных заведениях города и области. Участвовала в профилактических рейдах. Самый наш эпичный выезд из жизни был, когда были обнаружены свертки с героином в кухонной вытяжке. Собака просто запрыгнула на кухонный гарнитур, прошла по кухонному гарнитуру, понюхала вытяжку и нашла там героин. У нее очень много обнаружений. Прежде чем щенок станет служебной собакой, ему предстоит пройти нелегкий путь. Первый отбор собаки проходят спустя 45 дней после рождения. Затем их могут передать в территориальный орган. Там начинаются тренировки. В полгода щенки снова проходят тестирование. Они показывают, чему научились. Окончательная проверка происходит в год. На ней для щенка определяется профиль, по которому он будет работать, и разрабатывается план дрессировки. Спустя 6-8 месяцев собака готова нести службу. В службе остаются только нужные нам рабочие качества. Щенки с нужными нам рабочими качествами. У собаки должна быть мотивация хорошая, игровая, либо пищевая. Самое основное, чтобы она не была трусливая, чтобы она спокойно находилась в социуме. В Центре кинологической службы собак готовят по нескольким направлениям. Поиск наркотических средств и психотропных веществ, поиск взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, поиск трупов и трупных останков, розыск следов человека. Также готовят собак, которые смогут нести караул и конвойных четвероногих. В основном в Центре немецкие овчарки, но также есть спаниели, ротвейлеры и малинуа. Служебные породы, такие вот, да, как немецкие овчарки, они для человека служат. То есть они замотивированы на человеке. По степени обучаемости немецкие овчарки обучаются легче. Самарский Центр кинологической службы готовит четвероногих стражей порядка для всего региона. На сегодняшний день в Самаре несут службу более сотни собак, а в области около 350. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События.